Всем привет, с вами Полтимы, в этом видео мы поговорим о приложении Foodmap. Эта программа вам поможет не испортить вечер. Знаете, как бывает, вы приходите в кафе или ресторан, а там все невкусно, либо обслуживание плохое и все, вечер просто испорчен. В этом приложении вы найдете только самые крутые кафешки и рестораны. На карте зеленые точки это различные заведения и кафе, которые добавлены в данную программу. Приблизив карту вы видите смайлики, таким образом вы понимаете, какого характера оставлены отзывы о данном заведении. На данный момент в приложении существует более 40 тысяч уникальных заведений и более 50 тысяч уникальных отзывов, которые оставляют реальные люди. Также в приложении имеются скидки и акции, это значки красного цвета. Здесь вы можете получить различные скидки, поучаствовать в акциях и все это отмечается прямо в приложении. Более того, некоторые скидки и акции можно получить только с помощью Foodmap. Решив посетить какое-то заведение, вы можете найти его на карте и перейти на его страничку. Здесь вам доступны фотографии, более подробная информация, вы можете также построить маршрут к этому заведению, ну и также прочитать отзывы от реальных людей, чтобы составить какую-то картину об этом заведении и понять для себя, стоит туда идти или лучше не нужно. Посетив кафе самостоятельно, мы также можем оставить отзыв. Для этого на странице заведения внизу нажимаем на кнопку «Оставить отзыв», выбираем смайлик, который ассоциируется у нас с этим заведением и пишем какой-то комментарий. Таким образом вы оставляете отзыв и поможете другим людям с выбором кафе. Помимо всего прочего, если кафешка была ну очень ужасная, там было грязно, не дай бог, какие-то насекомые и все такое, то вы можете написать жалобу в Роспотребнадзор прямиком в данном приложении. Просто нужно написать отзыв и поставить самый плохой смайлик. Тогда вам приложение предложит написать эту жалобу. У программы Foodmap большая аудитория. Приложение постоянно растет, вы в нем можете узнавать различные скидки и акции в различных ресторанах, ну и также просто участвовать в выборе каких-то кафешек для других людей, ну и конечно же для себя также делать выбор, куда стоит пойти, на куда не стоит. Приложение полезное, бесплатное в App Store, ссылку я оставлю в описании к этому видео. На этом все, ребят, с вами был Apple Team. Если вам понравилось видео, то ставьте ваш палец вверх, подписывайтесь на канал, не забывайте о яблочках. Пока!